Друзья, всем привет! Меня зовут Артур Козловский, я основатель компании Enjoy и сегодня хочу рассмотреть тему топ лучших отелей Египта с аквапарками. Мы рассмотрим все регионы и Хургаду и Шарм-Альшей, выберем самые лучшие, самые оптимальные варианты для отдыха для тех, кому нужны именно большие аквапарки. Итак, на 10 месте у нас находится отель, который находится в Хургаде, это отель Синбад Аквапарк. Вот приблизительно видно территорию аквапарка, одна из, значит, так. Классный, кстати, отель, он не популярный на нашем рынке, то есть основные отдыхающие, это опять же европейцы. Вот, он находится через променад от пляжа, обладает качественным питанием, большим аквапарком и хорошим сервисом. Поэтому на 10 месте отель Синбад Аквапарк. На 9 месте отель сети Шармиллион, Шармиллион Клаб Аквапарк называется. Значит, вот такой аквапарк на территории этого отеля. Значит, у них общая территория с отелем Шармиллион Клаб и Шармиллион Лайф. Значит, проживающим туристам на территории отеля Шармиллион Лайф и Шармиллион Клаб вход в аквапарк отеля Шармиллион Клаб Аквапарк, он платный, стоит приблизительно около 7 долларов за целый день. Ну, кто желает, без проблем, кто не желает, можно забронировать для себя отель Шармиллион Клаб Аквапарк, тогда аквапарк будет для вас абсолютно бесплатным. Трансфер на пляж в отеле Шармиллион Клаб и Шармиллион Лайф рассуществляется буквально каждых полчаса, поэтому это вообще не есть проблемы. Для любителей порадовать своих детишек 9 место отель Шармиллион Клаб Аквапарк. Значит, на 8 месте отель Сиринити Фан Сити, он также находится через дорогу от одноименного отеля Сиринити Резорт. Это регион Макади Бэй, 30 километров от Кургали. Плюсом этого региона есть то, что кроме хорошего песочного захода, кстати, в этом отеле он тоже есть, есть красивые коралловые рифы. Значит, отель Сиринити Фан Сити находится на второй линии от отеля Сиринити Резорт, но на территории отеля Сиринити Фан Сити есть огромнейший вот такой вот комплекс, аквакомплекс, который можно пользоваться всем проживающим в отеле Сиринити Фан Сити бесплатно. С ленивыми реками, с огромными горками, с аттракционами водными, поэтому обязательно при поиске отеля с большими аквапарками обратите внимание на отель Сиринити Фан Сити. Вот, кстати, и аттракционы у них построены. Помимо аквагорок, у них есть еще вот такие вот аттракционы небольшие. картинги, горки. Вот, поэтому крутой комплекс, и любителям вот таких вот развлечений, особенно с детьми, обязательно рекомендую отель Сиринити Фан Сити. Тут прям рай для детей. По крайней мере, в Египте аналогов фактически нет. Значит так, на седьмом месте у нас отель чуть более с меньшим аквапарком. Это Royal Albatros Moderna, но включая его в этот список, так как это классный, качественный отель, плюс он находится на берегу моря, и здесь невероятно крутой детский клуб. То есть одна из самых лучших анимаций, одна из самых лучших детских концерций находится именно в отеле Royal Albatros Moderna. Сразу предупреждаю, отель Royal Albatros Moderna находится в регионе Навка, то есть в зимний период сюда ехать нежелательно, особенно с детьми, так как в зимний период здесь есть достаточно сильный ветер, но в летний период, то есть с середины марта и до почти конца ноября, это крутой вариант на берегу моря с хорошей ценой, с качественным питанием и с достаточно большим аквапарком. Так, идем дальше. На шестом месте у нас отель Sunrise Royal Macadi. Это изюминка региона Macadi Bay, я часто о нем уже говорил. Кроме того, что здесь первая линия, качественное питание, огромная территория с олимпийским бассейном, с каскадом бассейнов, хороший песочный вход с берега, песчаный вход с берега, извините, и ко всему прочему, вот такой вот огромный аквакомплекс, который принадлежит только отелю Sunrise Royal Macadi, и пользоваться этим комплексом могут только проживающие в этом отеле. Поэтому отель Sunrise Royal Macadi – это один из самых вообще популярных и выбираемых отелей Египта, и аналогов по качеству и по инфраструктуре, по берегу в Египте фактически нет. Поэтому я обязательно рекомендую отель Sunrise Royal Macadi для своего рассмотрения. И напомню, это регион Macadi Bay, 30 километров от Кругана. Так, на пятом месте у нас комплекс – это Мадинат Macadi, я также часто уже о нем говорил. Это комплекс семи отелей. Проживая в одном, вы можете пользоваться всем комплексом, и на территории комплекса построили вот такой вот огромный аквапарк, фактически где-то 50 горок насчитывает, детских и взрослых. Самые популярные отели, которые из этого комплекса – это отель Iberotel Macadi Beach и отель Jazz Macadina. Это самые популярные отели по принципу того, что они находятся на берегу. Значит, пользоваться аквапарком с этого года стало платно, но плату операторы берут здесь на месте. То есть, там ничего платить не нужно, оплачиваете здесь. То есть, когда бронируете отель Jazz Macadina, кстати, будьте внимательны. При бронировке, при вводе данных делается пересчет и добавляется стоимость аквапарка. Приблизительно около 40-50 долларов на человека. На детей немножко дешевле, поэтому будьте внимательны, когда будете бронировать отель Jazz Macadina. С этого года аквапарк встал за дополнительную плату во внутренней системе туроператора. Так, идем дальше. На четвертом месте отель, который находится в Хургаде – это отель Titanic Beach. Также на территории есть большой аквакомплекс. Вот он. Он бесплатный. Чужих в аквакомплекс не возит. То есть, все, кто проживает на территории отеля Titanic Beach аквапарк, пользуются этим аквапарком. Неплохой отель, но достаточно мелкое море и ветреное место. Поэтому для тех, кому море фактически не нужно и не важно, то, конечно же, можно выбирать этот отель. Плюс все равно он находится на берегу. И когда, обычно, видите, отели с самыми большими аквапарками находятся не прямо на берегу моря. Вот, поэтому, если учитывать мелкое море, то какая разница, ездить на трансфере на пляж в каком-то отеле на второй линии или жить в этом. То есть, покупаться здесь можно просто мелко. То есть, ну, где-то по шею можно найти такие лагуны во время прилива. Во время отлива, то надо пройти метров 300-400 для того, чтобы покупаться. Вот. Так, отель Titanic Beach Spa аквапарк. Это у нас четвертое место. И идем к тройке наших лидеров с самыми большими, с самыми крутыми, с самыми модными аквапарками. Значит, на третьем месте у нас отель Jungle Aquapark. На территории этого отеля также где-то около 35-38 городов, как взрослых, так и детских. Он находится в Фургаде, находится не на берегу моря. Трансферы есть, трансферы бесплатные. Буквально каждые 20-30 минут они ходят как на пляж, так и с пляжа. На пляже есть бар, на пляже. То есть, это не есть проблемы для того, чтобы перекусить или пить. Возвращаться на территорию не нужно. И, конечно же, изюминка этого отеля. Есть огромнейший аквапарк, огромнейшая аквазона с вот такими вот горками. Поэтому для любителей экстрима, для любителей порадовать своих детишек, конечно же, вам в отеле Albatross Aquapark. Jungle Albatross Aquapark, извините. И, опять же, так как это Хургада, то здесь, в отличие от двух наших лидеров, которые находятся в Шарме, здесь есть хороший вход в море. То есть, песчаный заход, без всяких коралловых рифов, без ежей. Идеальная, почти мальдивская моря. Поэтому Jungle Aquapark рекомендуем для семейного отдыха и особенно для тех, кто не умеет плавать. Значит так, на втором месте у нас отель Albatross Aquapark. Извините, Albatross Aquapro. Отель также находится на второй линии. Вот комплекс аквапарка. Также больше 30 разных водных город здесь. Трансфер осуществляется каждых 20-30 минут. Кстати, пляж, на который сейчас возят туристов из этого отеля, он идеально с идеальным песочным заходом. Я напомню, что сейчас у нас 2019 год. И в этом году проходит реконструкция пляжа, который принадлежал отелям Albatross Aquapro Blue и Albatross Aquapark. Сейчас они возят на отдельный участок городского пляжа, где кораллы есть только рядом. На самом пляже идеальный песочный вход. Кстати, вообще идеальный, вот как в Фургане. Но кораллы, к сожалению, рядом нет. И это у нас Albatross Aquapro Blue. Прекрасный вариант. Шарм. За визу платить не надо. Район, в котором он находится, это безветренный район. То есть сюда можно ехать также и зимой. Огромный аквакомплекс, качественный отель. И в этом году есть возможность посещать пляж, на котором нету кораллов, то есть хороший песочный заход. Хотя, когда их пляж откроют, на этом пляже также есть хороший песочный вход. Но при всем при этом, кроме входа, были еще и красивые кораллы. Когда закончится реконструкция, оно обещает в 2020 запустить пляж. Ну, будем смотреть. Так, и на первом месте это брат отеля Albatross Aquapro Blue. Это называется отель Albatross Aquapark. Albatross Aquapark находится за территорией отеля Albatross Aquapro Blue. То есть еще дальше. То есть если Albatross Aquapro Blue, это у нас вторая линия, то Albatross Aquapark, это у нас третья линия. На сегодняшний день в отеле Albatross Aquapark построили самый лучший, самый модный аквапарк, аквапарк, который есть вообще на территории всего Египта. То есть больше, круче, ну, как бы нету, да. Единственное, что самые хорошие аттракционы на территории отеля Albatross Aquapark все-таки построены для взрослых. И многие туристы, которые отдыхали в одном или во втором варианте, кстати, если вы проживаете в Albatross Aquapark, вы можете без проблем пользоваться территорией отеля Albatross Aquapro Blue. И наоборот. То есть все как в один голос заявляют о том, что да, для взрослых в Albatross Aquapark вопросов нет, все круто, горки классные. Но для детей все-таки больше выбор и больше горок есть на территории отеля Albatross Aquapro Blue. Вот, поэтому если, ну, как по мне, вот, опять же, по питанию туристы были там и там, все-таки есть разница, Albatross Aquapark все-таки выше по питанию. То есть качество питания, качество продукта, выбор продуктов больше и лучше, чем в отеле Albatross Aquapro Blue. Но вот по горкам все-таки больше выбор для детей. Но вы, опять же, можете проживать в отеле Albatross Aquapark, а с детишками там заезжать на территорию отеля Albatross Aquapro Blue для того, чтобы они покатались на водородных аттракционах. Итак, первое место Albatross Aquapark с самым крутым, самым модным и самым большим аквапарком на территории всего Египта. Надеюсь, данное видео было для вас полезным и нужным, и оно поможет вам подобрать ваш отель, особенно если вы с детьми, подарить им вот эти вот развлечения водного мира. Просматривайте, записывайте, пишите запросы, я с удовольствием на них отвечу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем хорошего вечера и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok